Сегодня я хочу показать вам гимнастику для шеи. Мы пройдемся по всем плоскостям, начиная переднее, заднее и боковые. Силовая работа плюс стрейчер. Если есть у вас головные боли, если есть боль в шее, если есть головокружение, если есть ухудшение притока, оттока, эта гимнастика вам подойдет. 10 минут и шея ваша, и голова скажут спасибо. Поехали! Друзья, всем привет! Мы, как всегда, на канале Здоровый Рук. Меня зовут Максим Мамчур. Я специалист по физической терапии. Также я сооснователь сети центров кинезитерапии Здоровый Рук. Друзья, сегодня я хочу показать вам гимнастику для шеи. Очень интересную гимнастику для шеи, которую вы можете выполнять каждый день. Она не является какой-то специфической, она общая. То есть, если есть у вас головные боли, если есть боль в шее, если есть головокружение, если есть ухудшение притока, оттока, эта гимнастика вам подойдет. Мы пройдемся по всем плоскостям, начиная передняя, задняя и боковые. Силовая работа плюс стрейчек. Поэтому возьмите водички, устраивайтесь поудобнее. Также можно включать в офисе после рабочего дня. 10 минут и шея ваша, и голова скажут спасибо. Поехали! Повороты головой в сторону. Поехали! Раз, два, три. В исходное с выдохом. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, достаточно. 15 секунд отдыха, обязательно сделали глоточек воды. Друзья, в наших центрах «Здоровый рух» мы занимаемся проблемами позвоночника и суставов. Остеохондроз, межпозвонковая грыжа, протрузии, артрит и артроз. Наши центры находятся в городе Киев во всех районах, в Ирпине, также в городе Вроцлав, Польша и в городе Дубай. Все контакты я оставлю внизу. Поэтому, кому нужна помощь, обязательно обращайтесь. У кого нет возможности попасть в наш центр, смотрите и следите за нашим каналом, выполняйте гимнастику и будьте здоровы. Ну, у меня были боли в спине, вот, ну, как стандартная схема, остеохондроз там, вот, и, по-моему, у меня, как врожденная грыжа называется, она, грыжа Морля. Вот, и протрузия, по-моему, даже была, вот, из последних следов. У меня было небольшое повреждение вениска на правом колене, вот. Оно меня не сильно беспокоило, оно периодически болело. Сам обращался в, ну, в больницы разные, вот, мне даже и лайкалывание делали. Особо я ходил в бассейн также, массажи и тому подобное. Особое, как бы, облегчение этого не давало, поэтому я принял решение найти какое-то специализированное заведение, которое могло бы мне помочь, вот, и я работаю в этой сфере. Моя коллега когда-то рекомендовала мне этот центр, говорила, что очень помогло ее мужу, вот. Я вспомнил, как этот центр называется, по-моему, у вас филиал был на Святошино, потом он куда-то переехал, но когда я залез в интернет, посмотрел, уже много филиалов было, вот. Тем более, относительно недавно открылся вот этот филиал на Житомирской, и там еще акция была, но это прям вообще, скажем так, было последним шагом в моем решении прийти сюда. Ну, во-первых, индивидуальный подход, вот. Я когда попал, со мной полностью не выделили персонального реабилитолога, вот. И мы с ним занимались персонально, говорили, на что обратить внимание. Естественно, первые занятия были сложные, вот. Когда долго не занимаешься какой-то физической активностью на постоянной основе, то это дает о себе знать, потому что, в первую очередь, нужно следить за дыханием, выполнять упражнения не только со стороны, ну, как бы, физической, то есть напрягать свои мышцы, но и следить так, чтобы комфортно было их выполнять в плане дыхания, потому что через какое-то время начинают дыстаться. Вот. Что понравилось? Индивидуальный подход. Говорили, предлагали какие-то вещи, которые можно выполнять дома в индивидуальном порядке, но ставили на этом, чтобы зарядку мы, конечно, самостоятельно делали. И вообще, в целом, пришел к выводу, что реабилитолог – это человек, который тебе может помочь стать на правильный путь, вот, и правильно тебя направить. А все остальное зависит, в принципе, от тебя, и чем больше у тебя мотивации, скажем так, быть здоровым, тем, скажем так, лучше, ну, в общем, ты будешь больше мотивирован, и обязательно нужно дома выполнять какие-то занятия, может, даже дополнительно что-то делать. Благо, есть канал на YouTube, насколько я знаю, вот, и там очень много различных упражнений, связанных с любыми проблемами, будь то давление, боли в спине, в коленях, в плечах, где-либо. Вот, поэтому информации полно, главное не только ее потребить, но еще и использовать. В целом, наверное, я уже занимаюсь около 10 или 11 месяцев, по моим подсчетам. Вот, ну, первое время было тяжело, тем, те люди, которые приходят на пробные занятия и, там, берут абонемент на месяц, вот этот месяц, он самый сложный. Вот, но после этого месяца лично я уже начал ощущать, скажем так, свободу в движении. То есть, выходишь из центра и как-то чувствуется, в движениях нету скованности, и ты, в общем, идешь, такой, может, даже при прыжку. Ну, я по себе это чувствовал, то, как у меня это, может, у других людей это по-другому будет работать. Вот, ну, у меня пропала вот эта скованность в движениях, меньше стала болеть спина. Опять же, у меня сидячая работа в этой сфере, вот поэтому движение для меня очень важно. Через время, это больше уже, ну, со временем произошло, у меня периодически поднималось давление, и когда перед тренировкой мы меряем давление и после тренировки мы меряем давление, я заметил, что со временем у меня нормализовалось давление, вот, и тренировки в целом легче стали проходить. Вот, вот это я еще заметил. Меньше стало болеть колено иногда, но начинает побаливать, но это связано скорее с растяжками, потому что не только физическая нагрузка идет на мышцы, еще и важно определенные мышцы растягивать. Вот, и вот, заметил еще, что вот, у меня никогда не получалось достать пальцами до пола, сейчас у меня это легче получается. Ну, есть прогресс, скажем так. Ну, я, скажем так, участник сарафанного радио, я на работе ребятам многим рассказал, где я занимаюсь и что делаю. Среди своих друзей я, ну, в общем, все знают, где я занимаюсь и что делаю, и какие у меня успехи, скажем так. Я рекомендую центры здоровой рукой. Наклоны, головы вперед. Вперед сделал наклон, вышел в исходное. Очень важно, когда мы делаем наклон, не тянуться максимально, так, чтобы здесь был аж надрыв. То есть, мягенько я натянул, почувствовал растяжение, вышел в исходное. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Десять, еще десять, раз. Не забываем про дыхание, может кружиться голова, это нормально. Два, три, четыре, пять. Плечики не поднимаем. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Достаточно. Если у вас немножко закружилась голова, поставьте сейчас на паузу и сделайте 15 секунд отдыха. Если нет, приступаем к упражнению. Сидя в таком же исходном положении, отвели голову назад. Акцентирую внимание. Отвели, не опрокинули. Вышли в исходном. Раз. В исходном. Два. В исходном. Три. Исходном. Четыре с выдохом. Пять. И. Шесть. И. Семь. И. Восемь. Еще. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Важно. Голову вперед выдвигать не надо. Семь. Просто выходим в исходное. Восемь. Девять. Закончили. Пока вы делаете глоточек воды, друзья, я рекомендую вам обязательно подписаться на наш канал. Обязательно поставить колокольчик. И прокомментировать, для того, чтобы я понимал, насколько эффективна наша гимнастика. Немножко усложним отведение головы назад. Ручки ставим перед собой. Свели лопатки, локтями подтянувшись вниз. То есть, условно говоря, вот такое движение вниз по диагонали. При этом голову отвели назад. Опять же, повторяю, не опрокинули, а отвели. Вышли в исходное. Два. В исходное. Три. В исходное. Четыре. В исходное. Пять. И с выдохом. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Должны почувствовать заднюю поверхность шеи. Не должно перенапрягаться у основания головы. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Достаточно. Так называемые шраги. Поработаем верхней трапецией. Очень мягенько, без лишнего веса. Что мы делаем? На десять счетов мы вращаем плечи назад. На десять счетов вращаем вперед. Начинаем. Раз. Два. Как-то усиленно, специально тянуть не надо. То есть очень мягенько. Четыре. Пять. Шесть. Желательно с выдохом. Семь. Восемь. Девять. Закончили. Поехали вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. С выдохом. Девять. Десять. Достаточно. Друзья, обязательно досмотрите до конца. Важна последовательность упражнений в таком порядке, в котором я показываю. Поэтому не переключайте и повторяйте упражнение за упражнением. Ручку кладу согнутую за спину, тянусь плечом вниз, голову наклоняю в другую сторону. Раз. В исходную. Два. В исходную. Три. Исходная. Четыре. Исходная. Пять. И с выдохом. Шесть. И семь. И восемь. И девять. И десять. Поменяли. Раз. И с выдохом. Два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. И девять. И десять. Десять достаточно. Друзья. Я надеюсь, вам понравилась моя гимнастика. Обязательно себе сохраните на нее ссылку и выполняйте каждый день. Вы забудете о головных болях, забудете о головокружениях, о боли в шее. Также о повышенном давлении. Если понравилось, обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий о ваших ощущениях. И до встречи на канале Здоровая Руко. Субтитры сделал DimaTorzok